здравствуйте уважаемые зрители канала полезные советы из ссср меня зовут татьяна и в этом видео я предлагаю вам прослушать советы по хранению и приготовлению мяса птицы соусов из книги 500 полезных советов по дому составленной с чернышовой мясо предназначенное для хранения нельзя мыть иначе она быстро испортится рекомендуется промывать мясо холодной водой но не замачивать его в ней на продолжительное время мясо лучше всего размораживать медленно не в воде а на воздухе чтобы мясо не пригорело и не стало сухим поставьте в духовой шкаф небольшой сосуд с водой пар от воды предохранит мясо от выгорания и высыхания мясо будет тушиться значительно лучше если добавить в соус томат пюре гранатовый сок или лимонную кислоту мясо будет нежнее если его за час до жарки смазать горчицей жареному натуральному мясу лучше подавать не соус а мясной сок полученный при жарке в котлетную массу не рекомендуется добавлять яичный белок так как при обжаривании он быстро свертывается мясо сжимается выделяет большое количество сока и котлеты получаются сухими отбивные котлеты и шницеля будут мягкими если их за один-два часа до жарки смазать смесью из уксуса и растительного масла яйцо при подготовке котлет может быть заменено картофельным крахмалом на 250 граммов мясного фарша требуется половина столовой ложки крахмала котлеты отлично поджариться подрумянится чтобы рубленные котлеты получились более сочными и мягкими не следует слишком отжимать входящий в их состав хлеб который предварительно замачивают в воде или в молоке чтобы свиные отбивные рубленные котлеты и шницели при жарке не были сухими их нужно чаще переворачивать таким образом в них лучше сохранится мясной сок чтобы вареное мясо не стало слишком сухим в холодильнике его нужно завернуть пергаментную бумагу вареное мясо сохранит свою сочность если его оставить в бульоне и накрыть кастрюлю крышкой вкус мяса запеченного целым куском значительно улучшится если его нашпиговать черным перцем кореньями чесноком и кусочками копченого шпика мясо которое будут жарить и запекать нужно нарезать поперек волокон мышц а потом отбить деревянным молотком что выровнят его толщину и разобьет соединительную ткань при запекании мясо помещают хорошо но не слишком разогретый духовой шкаф слишком разогретом шкафу его поверхность можно легко пережечь а внутри она останется сырым мясо молодых животных телятину баранину тушат с белым вином дичь с красным жирное мясо свинину индейку гуся при запекании рекомендуется время от времени поливать горячей водой в результате чего получается своеобразное тушение из мяса выделяется большая часть жира и она запекается в собственном жире запеченное таким образом мясо приобретает очень хороший вкус и аромат запеченное мясо будет более сочным если его во время запекания поливать небольшим количеством холодной воды и натирать кусочком лимона мясо не будет прилипать к дну кастрюли или сковородки если в жир положить несколько кусочков моркови не рекомендуется полностью удалять жир с мяса которые будут варить или жарить так как тонкий слой жира препятствует выделению сока в результате чего мясо сохраняет свой вкус и сочность не солите мясо перед приготовлением пищи так как соль вызывает преждевременное выделение его сока а это понижает его питательность и вкусовые качества не оставляйте продолжительное время мяса на деревянной доске так как дерево впитывает часть его сока мясо рекомендуется сохранять в стеклянной фарфоровой или эмалированной посуде печенка делается очень вкусной если перед жаркой выдержать ее 1-2 часа в свежем молоке потом на минуту погрузить в кипяток а затем уже хорошо промыть холодной водой и подсушить печенку нужно солить после жарки если посолить ее перед жаркой она станет очень твердой перед приготовлением язык необходимо очень хорошо промыть холодной водой кожица с языка удаляется после варки но для этого его нужно выдержать в холодной воде две-три минуты для того чтобы легче удалить кожицу с мозгов нужно их выдержать один-два часа в холодной воде мозги варят на медленном огне в накрытой крышкой посуде после чего дают им остыть в бульоне говяжьи почки нужно сначала отварить а затем уже жарить на сильном огне телячьи почки жарят цельными и нарезанными на кусочки перед жаркой их не следует не замачивать воде не варить жир с них также не удаляют оставшиеся от обеда вареное или запеченное мясо можно использовать для приготовления несложного кушания нарежьте мясо на мелкие кусочки добавьте измельченный шпик и 1 2 взбитых яйца поперчите полученной смесью нафаршируйте вареный картофель разрезав каждую картофелину пополам и вынув ложкой мякоть выложите картофель на смазанный маслом противень посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке до подрумянивания если кусок мяса требуется сохранить свежим на длительный срок его заворачивают в смоченную уксусом или подсоленной водой чистую тряпку если соус будут подавать не сразу после его приготовления а через некоторое время его поверхность смазывают кусочком сливочного масла тонкий слой которого предохраняет соус от засыхания если в соусе образовались комочки рекомендуется протереть его деревянной ложкой через густое сито постепенно прибавляя небольшое количество воды соус будет намного вкуснее если варить его на слабом огне и делать на овощном или мясном бульоне ложка сахара и немного уксуса могут заменить белое вино необходимое для приготовления соуса или кушанье соус майонез в глубокой тарелке при помощи деревянной лопаточки растереть сырой желток соль сахар и готовую горчицу в однородную массу затем постепенно втирать в эту массу круговыми движениями растительное масло следующим образом сначала добавляя каплями а потом очень тонкой струйкой каждую последующую каплю масла можно добавлять только после полного соединения предыдущей с желточной массой когда все масло будет соединено должна получиться однородная густая масса желтого цвета теперь можно влить уксус и соус сразу побелеет если майонез готовят для детей то место уксуса лучше добавлять сметану на один желток берут щепотку соли 2 щепотки сахара половину или одну чайную ложку готовой горчицы 25 граммов уксуса трехпроцентного или сметаны и 125 граммов растительного масла чтобы копченую колбасу легче было очистить от кожуры ее нужно погрузить на несколько секунд в холодную воду вареную или копченую колбасу можно предохранить от высыхания намазав отрезанное место жиром и покрыв его ломтиком лимона колбаса не высохнет и не изменит свой цвет если срез прикрыть влажным кусочком промасленной пергаментной бумаги конец статьи если вам понравилось видео пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на канал и поделитесь видео со своими друзьями на этом я прощаюсь с вами благодарю за внимание и до следующей встречи на канале полезные советы из ссср